добрый день уважаемые друзья с вами александр калинин буквально пару минут для того чтобы подключились к эфиру делайте пожалуйста перепост у нас прямой эфир в одноклассниках фейсбуке для того чтобы максимально количество граждан могли посмотреть эфир я поздравляю всех с наступающим уже наступившим извините новым годом желаю что в этом году все ваши начинания исполнились все ваши желания все ваши мечты мы сегодня поговорим с вами о ситуации в нашей республике молдова нашей стране и посмотрим что же происходит на самом деле я постараюсь разъяснить буквально вчера были нападки на молдавскую митрополию на митрополита владимира одним из депутатов парламента республики молдова который принадлежит касте действующей сейчас власти в нашей стране вот на эту тему с вами и побеседуем нас на что же посягают сейчас власть республики молдова так друзья мои я рад вас всех еще раз приветствовать что же происходит в нашей стране я некоторое время не выходил в эфир поэтому сейчас мы постараемся резюмировать все что произошло с момента парламентских выборов с момента избрания нового президента в республики молдова когда вектор развития кардинально изменился в нашей стране при прошлом президенте при прошлом парламенте были только пустые заявления по вопросу взаимодействия с российской федерации но по факту никаких реальных действий не было но сейчас ситуация еще больше усложнилось потому что действующий президент большинство парламента республики молдова направлена на дискредитацию все что связано с русскоговорящими все что связано с российской федерации и сейчас основная задача это конечно вырубить топором все воспоминания все начинания все наработки которые у нас были все наши связи исторические с российской федерации это основная задача потому что русскоговорящие потому что православные истинно православные христиане мешают действующей власти реализовывать те цели которые перед ними стоят те цели которые не отрабатывают за счет получения тех того финансирования тех грантов которые они получают от своих кураторов и из-за рубежа буквально вчера уаза нам той это один из древних уонистов которые высказался в адрес метрополии республики молдова и призвал метрополию высказать свою точку зрения по поводу конфликта в украине по поводу происходящего в приднестровье и тем самым вязать метрополию вязать православную нашу церковь в ситуацию соседнем государстве и соответственно это неприемлемо ни с какой стороны потому что любая вера у вас на той уважаемый в кавычках никогда не призывала никаким военным действиям никогда не призывала к решению вопроса силовым методом только уповать на господа бога для того чтобы все на земле было в гармонии и все всегда решалось мирным путем господин антон вы наверное один из немногих политиков которые за свою политическую карьеру смог поменять такое большое количество партий я сбился со счету за вас я очень мало знаю потому что вы мало что сделали полезного для страны кроме заявлений которые вы периодически выбрасываете в прессу вы действительно отрабатываете те гонорары для тех политических партий которые вас берут свои ряды и уже после того когда вы становитесь ненужным вас выбрасывают но периодически выбрав выборов выбором выбором вы решаете вопрос для того чтобы служить новым идолом господин антон вы сделали непоправимую ошибку вашей политической карьере которая уже на закате потому что после таких высказываний навряд ли вы сможете продолжать свою активную политическую деятельность посмотрите почитайте поизучайте что происходит с теми людьми которые пытаются внести раскол в религию посмотрите с теми людьми которые отрицают существование бога посмотрите что с ними происходит и ваши ваши попытки нападок на православную веру на молдавскую метрополию это не что иное как именно попытка забрать у нас в молдавании то последнее что у нас есть вера вера и надежда в светлое будущее вера в то что мы выберемся с той сложной ситуации в которой мы находимся эта вера нам помогла выиграть великую отечественную войну и гитлеру не удалось сломить нашу веру вам подавно это не удастся я призываю всех руководителей республики молдова президента республики молдова прекратить нападки на молдавскую метрополию я понимаю что у вас стоит задача в том чтобы не дать возможности молдавской митрополии нести слово божие в массы но вам не удаст это остановить потому что за молдавской митрополии 93 процента православных христиан и мы никогда не дадим в обиду свою веру и мы готовы умереть за свою веру у вас стоит задача уничтожения нашего государства республики молдова и господин антой буду периодически возвращаться к вам когда вы рассуждаете о том что метрополия должна высказаться по вопросу сохранения государственности суверенитета республики молдова потому что конфликт который может возникнуть и по вашим словам он неизбежен военный конфликт на территории украины приведет к нарушению целостности и суверенитета республики молдова вы знаете ваше рассуждение ярого иониста о суверенитете независимости молдовы это все равно что рассуждение извините меня старой проститутки который рассуждает о нравственности вам ионисту который всю жизнь только ратует и мечтает о том чтобы мы воссоединились с румынией ничего другого не остается как делать какие-то пафосные заявления для того чтобы вас было хоть где-то как-то слышно и вы же подумайте над тем что никто не решился именно высказываться в адрес православной веры наши нашей христианской веры и для меня же доходит информация что были несколько предложений для того чтобы это письмо озвучили несколько предложений разного уровня чиновника но только вы согласились озвучить данную данный посыл в адрес молдавской метрополии если вы отрабатываете гонорар или обязательства которые вы на себя взяли то немножко думаете головой что вы делаете против кого вы вы высказываетесь вы высказываетесь против молдавского народа против молдавского народа который к сожалению по все мы заблуждаемся иногда все мы совершаем ошибки по определенной ошибке избрал ту действующую власть которая сейчас управляет нашим государством а вы видите что происходит что сейчас к сожалению чиновники которые представляют на международной арене нашу страну это не учи которые к сожалению деятельность направлена которых только на одно на уничтожение нашего государства посмотрите даже тот договор который заключил недоумок спину с газпромом и ратовал радовался открывали шампанское в том что прогнули якобы газпром и заключили на молдавских условиях контракт контракт который приводит к тому что вынуждено правительство вводить чрезвычайную ситуацию потому что ничего сделать не могут и сейчас решают вопрос были ли полномочия успеем подписывать данный договор либо не было полномочия то есть уже играют даже не знаю по каким правилам наверное вообще без правил прикрыть свою необразованность свою безграмотность и свое неумение ведения переговоров и президент республики молдова к сожалению не причастна никаким решением вопроса на территории республики молдова а только отягчает ситуацию нашей страны путем заявлений что касается вопроса украины вы все прекрасно знаете об этих заявлениях и эти заявления приводят к тому что к сожалению россия и руководство российской федерации не могут идти на встречу в одностороннем порядке на встречу гражданам республики молдова где проживает очень много русскоговорящих граждан где проживает много граждан российской федерации и к сожалению на своих плечах на своей судьбе ощущает всю безграмотность руководство руководство республики молдова к чему приведет политика этих чиновников этих псевдо чиновников псевдо политиков можно только предполагать но ни к чему хорошему вы посмотрите даже по тому что они элементарный вопрос по газовой проблеме к сожалению решить не могут уже на протяжении столько времени подходит вопрос оплаты по контракту начинают все бегать искать деньги нам украина поможет нам румыния поможет нам польша поможет кому поможет вам если бы кто-то готов был вам помочь или хотел бы вам помочь уже давно бы помогли все вышеперечисленные страны и страны по которым вы ездите для решения вопроса субсидий выделения грантов это все деньги лягут на плечи граждан республики молдова и эти страны в свою очередь также покупают газ покупает у российской федерации пока президент республики молдова не наберется мужества или женственности для того чтобы включить все свои умения знания чары во благо граждан республики молдова ничего не произойдет тогда лучше подайте в отставку я думаю что ближайшее время надо будет поднимать вопрос на высоком государственном уровне о том чтобы подать в отставку прошение в отставку президента республики молдова за невозможности выполнения всех взятых на себя обязательств всех данных обещаний а если поднять предвыборную предвыборное обещание президента и действующей партии то вы увидите что абсолютно ничего не было исполнено нас ввели в заблуждение нас обманули и у меня обращение ко всем гражданам республики молдова которые находятся на территории республики молдова и граждане которые находятся за ее пределами основной вопрос конечно в том что выиграл действующий президент и вопрос том что выиграла действующая партия которая которую возглавлял президент республики молдова госпожа моя санду конечно из-за голосов за рубежом уважаемые граждане республики молдова которые находятся не на территории республики молдова посмотрите что происходит с нашими родителями посмотрите в какой ситуации находятся наши дети мы мечтаем о том чтобы их побыстрее забрать но к сожалению мы теряем нашу страну мы теряем наше государство и в этом направлении они работают очень системно в этом направлении они действительно отрабатывают как я сказал в начале эфира все данные обязательства либо гонорары которые они получают из-за рубежа ни один из действующих чиновников не по заявлениям не по деятельности не направлен на сохранение государственности на сохранение благосостояния наших граждан цены растут на все неумолимо и никто ни за что не отвечает к сожалению только вот эти все политические перепалки политические высказывания в адрес того или иного чиновника для того чтобы зачистить от прошлых прошлые действующие партии но все зачистки не приводят во благо наших граждан уважаемые друзья я постараюсь выходить почаще в эфир и держать руку на пульсе по вопросу основного вопроса на сегодняшний день это нападок на молдавскую митрополию мы не должны с вами дать возможность действующие власти власть которую мы с вами избрали забрать у нас веру забрать у нас возможность посещать наши православные храмы привлекать к ответственности священнослужителей по той информации которая приходит ко мне именно в этом направлении сейчас будут работать будут работать по жесткой дискредитации священнослужителей и для того чтобы это делать они будут это делать вашими руками постараются за деньги под давлением пожалуйста старайтесь избегать и по возможности не участвовать в этих всех схемах потому что все эти схемы будут направлены против идеология против православной христианской нашей веры которую мы получили от наших предков и которые мы должны передать нашим потомкам вера действительно помогает и сохраняет нас в любой сложной жизненной ситуации есть очень правильное высказывание что на падающем самолете атеистов нет так вот уважаемые друзья республика молдова это самолет который потерпел крушение терпит крушение и мы с вами должны все сплотиться ради сохранения нашей православной церкви будут вводить новые понимания новые направления якобы это та же православная церковь только немножко другая и только немножко финансируется с другой стороны на все это нельзя вестись извините за сленг мы должны с вами сохранить нашу идентичность мы должны с вами сохранить нашу государственность у нас забирают все нас выживают если предшествующие данной власти партии которые находились парламенте президенты создавали условия по которой мы были вынуждены покинуть территорию республики молдова для того чтобы зарабатывать для того чтобы содержать наши семьи наших родителей наших детей мы уезжали с вами за рубеж и очень долгое время и очень многие до сих пор находятся за рубежом то задача действующей пластина власти выжить нас с нашей территории для того чтобы как можно было меньше граждан на территории и соответственно решать все вопросы которые они хотят которые стоят перед ними и основной вопрос конечно это уничтожение повторюсь государственности и объединение воссоединение с соседствующим государством это тоже те моменты над которыми непосредственно работают псевдо патриоты республики молдова никто не поможет если мы с вами будем бездействовать никто не решит за нас вопрос если у нас заберут веру если у нас отнимут молдавскую метрополию вы увидите ближайшее время что будут нападки и очень жесткие нападки и на митрополита владимира и на молдавскую метрополию священнослужителей монахов и я надеюсь что после данного эфира и будет активная ваша поддержка и продвижение данного обращения к руководству молдовы что они откажутся от этой идеи и не совершат самую большую ошибку своей жизни потому что антихристы они заканчивают свой жизненный путь по воле божией очень и очень страшно уважаемые друзья я прошу вас поделиться данным постом распространить и вам всего хорошего сохраняйте веру и с верой мы с вами все выдержим без веры мы с вами не справимся всего доброго оставайтесь с богом с вами был александр калинин и